привет всем любителям бокса вы на канале боксинг 1867 с вами я александр это прогноз на бой на иное луис нерри данный бой вы сможете посмотреть как всегда на моем телеграм-канале ссылка будет в описании и так 6 мая в токио но иного будет защищать 4 титула ну и звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе против бывшего чемпиона мира в двух дивизионах луис нерри что сказать иного конечно же очевидный фаворит поединка букмекеры оценивают вероятность победы японца с коэффициентом 109 ну а на победу нерри можно поставить ставку с коэффициентом 940 на ничью идет коэффициент 40 целых ну что пройдемся быстренько по боксерам начну с фаворита новое и новое первая строчка рейтинга бокс рек абсолютный чемпион во втором легчайшем весе 31-летний японец недавно ему исполнилось 31 год дебютировал он на профессиональном ринге в 2012 году и новое довольно быстро поднялся на высокий уровень и для японского монстра это уже четвертая покоренная весовая категория провел он 26 боев во одержал победу 23 завершил досрочно избитые позиции я могу выделить таких боксеров как джейми макдоналд рио читагучи эмануэль родригес джейсон малони наниту донейр его он дважды побеждал пол батлер стивен фултон и марлон топались японец довольно скоростной мощный и технически подкованный боксер у него агрессивный стиль классный футворк жесткие удары и вообще знаете наверно ну может я не прав ну как мне кажется и но вообще самый крутой действующий боксер в мире атакующего плана он жесткий классно прессингует умеет обрезать углы у него довольно сильный джеб чудовищная мощь для его размеров крутые серии высочайшая точность молниеносные принятия решений классный боксер рост 165 сантиметра размах рук 171 сантиметра его соперник луис нерри четвертая строчка боксрек первая строчка в рейтинге WBC вторая в рейтинге WBO и пятая в рейтинге WBA 29-летний мексиканец дебютировал на профуровне также в 2012 году но провел намного больше боев 36 боев 35 побед 27 нокаутом и одно поражение нокаутом в в мае 2021 года луис проиграл брендону фигеро в поединке за объединение поясов избитая позиции ну у него резюме не такое классное как у иного избитая позиции я бы выделил наверное синсуке я монако дважды у него просто уничтожил это кстати любимец японии поэтому возможно в этом бою будет что-то личное еще карлос кастро и азат аганисян больше выделить мне некого знаете луис нерри в одно время подавал большие надежды как боксер но после поражения от фигеро и и как-то быстро списали поставили на нем крест я с этим не согласен луис классный боксер в нем удивительным образом сочетается знаете вот это присущая мексиканцам агрессия грубость ну и естественно посмотря на послужной список невероятно для его веса сногсшибательная ударная мощь зрелищный у него стиль но он еще вот сочетает прекрасную пластичность реакция тайминг бойцовский интеллект классная у него техника хороший боксер рост 165 сантиметров при аналогичном размахе рук ну что разберем бой боксеры одинакового роста и новая у него длиннее руки на 6 сантиметров разница в возрасте 2 года на оэ старше но льюис левша иного превосходит конечно же соперника во всем притом с запасом местами местами даже очень большим запасом японец круче работает на ногах он быстрее бьет сильнее как мне показалось может я не прав бой покажет знаете практически любой эксперт по боксу скажет вам что ключевым вопросом в данном бою станет то как нери будет переносить удары японца еще ему еще ему вот желательно не переусердствовать в защитной работе не застаиваться у канатов потому что это именно то что нужно иного если нери сможет держать удары иного бой обещает быть очень даже интересным хотя у иного скучных боев в принципе не бывает да и у нери тоже оба парня выдают интересные бои нери очень размашистой иногда атакует и во время атаки он слишком открыт и уязвим под контр панчи но я скажу так у иного давно таких агрессивных соперников не было наверное со времен на ниту донейра еще и которые с ударом которые могут ударить так что будет очень интересно я думаю по крайней мере в первом отрезке боя тут еще есть некая предыстория с я монакой нери бил в свое время тогдашнего любимца японской публики в японии два раза он его просто уничтожил что естественно подогревает интерес к этому бою потому что это возможно будет что-то личное да возможно и новый захочет отомстить за своего соотечественника мексиканцу в предстоящем поединке придется работать вторым номером поскольку науэ постоянно идет вперед он постоянно давит постоянно прессингует конечно же нери в боях с фигеро с кастро показал что умеет он работать вторым номером на контратаках он неплох хорошо чувствует противника неплохо действует на ногах также умеет уклоняться с оттяжечкой реакция у него хорошая да и удар присутствует вот но в бою с фигеро он зачем-то пошел рубиться не что конечно же чревато с противником который физически тебя больше если нери захочет работать первым номером в данном бою и будет идти вперед ввязываться и но в рубку то скорее всего он улетит в нокаут уже в начале боя потому что иного это ну совсем другой уровень ему нужно очень осторожно работать с таким мастером нокаутов как японец поэтому мой прогноз такой конечно же луис нери достойный соперник но особой интриги я думаю в данном противостоянии не будет слишком уж понимаете серьезное преимущество науэ имеет в скорости технике футворке также его жесткие удары могут завершить поединок нокаутом да конечно у нери тоже есть нокаутирующий удар шанс панчера но я все же отдаю предпочтение японскому монстру и считаю что он победит нокаутом до восьмого раунда спасибо друзья за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал я публикую ссылки на трансляции боев поэтому ставьте колокольчик чтобы не пропустить ну и пишите в комментариях как вы думаете кто победит в данном бою удачных ставок пока